Вы знаете, когда-то он сказал такую вещь, Галатам 1, 11, 12. Вы знаете, он сказал эту вещь в Галатам 1, 11, 12. Не знаю, вы читали это место, как вы его понимали? Ведь мы иногда читаем и даже не обращаем внимания на то, что мы читаем. Правда? Оно как-то проскальзывает. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что он сказал, что он получил благую весть, Евангелие. Не через человека. Вы знаете же, что он никогда не был среди учеников Иисуса Христа. Никогда не ходил с ними. Напротив того, он потом даже гнал это учение. Но обычно люди как учатся? Они учатся через Писание. Имеют они учителя. Через проповеди. Теперешние некоторые люди учатся в бактистских колледжах. В церквях только откуда-то они это берут учением. Но Павел не был в этом числе. Все ученики Иисуса Христа ходили от начала и до конца с Иисусом. Они учились от Иисуса абсолютно всему. На Его примерах. Как Он и говорил, что Он принес на примерах учения. Он учил их словами. Они впитывали это. Вы помните, что вместо Иуды, когда они выбирали одного из учеников, то избрали именно того, который был в среде от начала. Потому что это действительно важно. Тот, который писал Евангелию, Он видел это своими глазами. Но взять нашего драгоценного Павла. Что Он говорит о себе? Он учился иудаизму. То есть, в Ветхому Завету Он учился. У ног Гамалиила. Совершенно другому учению. Вовсе не Благой Вести. Деяние 22.3, как Он объясняет. Я иудеянин, родившийся в Тарсике Ликийском. Воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила. Тщательно наставленный в отеческом законе. Ревнитель по Боге, как и все вы ныне. То есть, Он говорит, Он учился у ног Гамалиила. Он принял это учение через Ветхий Завет. Он был очень твердо наставлен. И несмотря на это, когда встретился с Иисусом Христом, Он все это почел за чету. Как Он и говорит. Хочу это вам место тоже прочитать. Филиппицы 3.5.11 Он говорит. Обрезанный восьмой день. Из рода Израилева. Колено Вениамина. Еврей от евреев. По учению фарисей. По ревности гонитель Церкви Божьей. Он говорит. По правде законной. Непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четою. Да и все почитаю четою. Ради превосходства. Познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор. Чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа. С праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его и силу воскресения Его. И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вы знаете, можно Его назвать верующим с большой буквой. Потому что Он был научен совершенно обратному. Но мы все знаем, что по пути в Дамаск произошло великое чудо. Он встретился с Иисусом. И получил великое откровение. И откровение было в том, что Он узнал, что кого Он гонит, тут и есть тот самый Мессия. Которого Он всю жизнь ждал. И все евреи ждали, и по сей день ждут многие. И как описывается, небо осветилось. И Он услышал голос. Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. И вот Он в трепете, в ужасе, увидев такое зрелище, сразу спросил, что я могу сделать. И Господь говорит, встань и иди в город. Иди в Дамаск, куда ты шел. Только там ты услышишь то, что ты должен сделать. И вот Он три дня не ел, не пил, постился. И ожидал, что же ему нужно сделать. Пока Ангел не сказал Ананне, одному из христиан, приди к нему и покрести его. И вот Ананне пришел к нему и сказал, что нужно сделать. Он покрестил его, тот даже исполнился Духом Павел. Это все произошло в Дамаске в тот момент. Но что самое интересное, если читать дальше Деяния, то между вот этим отрезком и следующее, что написано, прошло целых три года. Когда он уже потом писал Галатам вот эти строчки, что он был научен самим Господом. Вы знаете, что когда он принял крещение, и когда сошел на него Дух Святой, он всего несколько дней пробыл вместе с Ананне в группе верующих христиан, и потом был выведен Духом Божьим в пустыню. Я вам прочитаю Галатам, где он написывает это 1.15.17. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. И не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Интересно? Пошел в Аравию, в пустыню. Вы знаете, во времена Павла вот эта Аравия, пустыня, охватывала большую территорию Палестины. Это то самое место, где находилась гора Синай. И если вы помните, что Павел говорил о себе, какой он был наставленный, фарисей, учащийся у ног Гамалиила, можно сказать, весь пропитанный Ветхим Заветом. Он его отлично знал. И куда его повлекло? Куда повел его дух Божий? В Аравию? На гору Синай. И для Павла, вот глубоко верующего, это было особенное место. Фактически, он пошел искать Господа. Понимаете, Галатам он это объясняет, что когда все это с ним произошло, тогда он не стал советоваться с плотью, с кровью, с людьми. Нет. Даже не пошел в Иерусалим к апостолам, чтобы у них узнать, а кто такой Иисус, поподробнее расскажите. Как он и говорит, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим не апостолам, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, а пошел в Аравию. Лично меня это очень коснулось. This touched me. Пошел искать живого Иисуса, который живой к нему явился. He went to find the living Jesus who showed himself as a living Jesus. Еще в нем жил вот это понимание закона, вот это соблюдение, вот этот Ветхий Завет. This understanding of the commandments and of the Old Testament was still living inside him. И когда Иисус его призвал проповедовать, то он пошел к истокам. Вы знаете, как важно вернуться к истокам, когда тебя Бог посылает проповедовать. You know how important it is to return to the source when God calls you to preach. Чтобы проповедь твоя была вот такая насыщенная и глубокая, надо вернуться к истокам. For your sermon to be so deep and full, you need to return to the source. И он вернулся к истокам, чтобы получить знания о Новом Завете. Пошел туда верой, чтобы встретиться с Господом, чтобы услышать, а что мне проповедовать. То, что говорят другие, я хочу знать сам, о ком я буду проповедовать и что я буду проповедовать. Я хочу знать сам. Я хочу проповедовать как знающий, а не как слышащий. Как он впоследствии говорит в Галатам 1, 11-12. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо и я принял его и научился не от человеков. Но через откровение Иисуса Христа. Вы представляете? Все апостолы, они приняли не от человеков, а от Иисуса Христа непосредственно. Они ходили с Ним. Но Павел удивительнейшим образом принял от самого Господа. Там, на пути в Дамаск, он Евангелие не принял. Он только узнал, что Иисус Христос тот самый Мессия, которого он гнал. За эти 3-4 минуты все Евангелие ему сказано не было. Он был только остановлен Иисусом. Куда ты идешь против? Вражда тяжело. Он тогда получил великое откровение, что Иисус есть Мессия. Что он фактически гонит Мессию, которого ждет. И так как он был очень активным, из всех учеников он был очень активным. Если вы читали внимательно деяния, как он пышал, как он хотел гнать церковь, потому что он был очень активный для Господа. Как он и говорит, ревностный служитель он был. Не тепленький, просто сидеть. Пришел, послушал, ушел, пришел, послушал. Он был деятельный. Поэтому, в первое же мгновение могу сказать, как только увидел Иисуса, он сказал, Господи, что повелишь мне делать? Вы знаете, как мне хотелось бы, чтобы каждый из вас при встрече с Господом не другие вопросы задавал, а спросил, что ты хочешь, чтобы я делал? Не задавал другие вопросы, но задавал, что ты хочешь мне делать? Вы понимаете, как это важно? Когда ты в шоке, когда ты не ожидаешь, из твоих уст выходит то, что в сердце. Ты можешь подумать, я сейчас спрошу, я сейчас скажу, вот надо так сказать. You can think, I'll say this, let me have a think, what can I say? А когда ты вообще не ждешь, то из тебя выскакивает, то, что там, из него выскочило, что мне делать? Что ты скажешь? Что прикажешь? Повелишь. Повелишь. Вот это сердце Павла было. Вот почему Павла Иисус встретил, когда он шел в Дамаск. Он знал его сердце. Что он пойдет, вплоть до того, как голову ему отрубят, но он пойдет и будет делать для Господа. Итак, Павел доверился Духу Божьему. Вот какой он верующий. Пошел в пустыню слушать, а что мне проповедовать? Ну, пойду к апостолам, они мне расскажут, и я пошел проповедовать. Не, я хочу знать. Хочу вам показать интересную вещь. Это место во всех церквях зачитывают, когда преломления либо преломления совершают. И это место именно Павел написал. Ни один из учеников, которые там присутствовали, а Павел написал. Прочитаю я вам 1 Коринфлян. I will read it 1 Коринфлян. 11, 23, 25. 11, 23, 25. И тут же опять говорит. Ибо я от самого Господа принял. Что он там был? Was he there? Он говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread and when he had given thanks he broke it and said примите и едите сие из тела мое за вас ломимое take, eat this is my body which is broken for you сие творите в мое воспоминание do this in remembrance of me также и чашу после вечерий сказал сия чаша есть новый завет моей крови in the same manner he also took the cup after supper saying this cup is the new covenant in my blood сие творите когда только будете пить в мое воспоминание this do as often as you drink it in remembrance of me вы видите что тут написано can you see what is written here он пророчествует он говорит от имени Иисуса но он там не был но он сказал от самого Господа от самого Господа вы понимаете какое он получил наставление откровения он точности описывал то где он не был когда он рассказывал о том что я вам как бы нарисовал Иисуса Христа распятого перед вами это может сделать только тот который видит он его видел он видел все что происходило с ним от начала и до конца все Дух Святой ему открыл вот что происходило с Павлом очень загадочно очень интересно все это наполнено откровениями его посланничество мы все время на нем учимся оно богатое правда почему богатое потому что от самого Господа принял от Духа Божьего принял поэтому он смело сказал к римлянам 10-15 и как проповедовать если не будут посланы ну как самозванцы это невероятно это невозможно он вложил туда очень глубокий смысл что когда ты послан тебя от самого Господа будет открыто ты будешь от Духа Божьего знать благую весть кого посылает Господь Он дает это знание написано знание от Него это же Евангелие но знание будет от Него от Духа Святого не понаслышке не потому что где-то прочитали и рассказывают это не имеет жизни это должно быть живым в Духе Слово Бога должно быть живым и действенным Дух Святой должен открыть если помните я говорила вам когда читаете Писание войдите в это место ходите по этим улицам видите как шли ученики как шел Иисус что Он говорил и что Он делал вы должны увидеть я говорила вам если вы помните Библия должна стать живой вы должны видеть ее вы должны слышать ее потому что она имеет голос и так я хочу еще раз вернуться к тому что происходит прежде чем Он отправился в Иерусалим опять на встречу с апостолами он сначала отправился в Дамаск вы знаете сначала из Иерусалима он пошел в Дамаск чтобы там этих христиан брать и сажать в тюрьмы Господь его остановил он пришел все-таки в Дамаск на несколько дней ушел в Аравию и когда получил это откровение вернулся в Дамаск я хочу показать вам интересную вещь вы не поняли а почему Он вернулся опять в Дамаск он же там не родился это не его город почему в Дамаск почему не в Иерусалим а я вам скажу что это очень интересный прообраз есть в Библии в Ветхом Завете я вижу что Бог Духом Святым повел его путем Илии был он выведен в Аравию я сейчас вам зачитаю получил там посланничество откровение и Духом Божьим был введен опять Дамаск я хочу прочитать вам Третье Царство 19 8 10 речь идет об Илье и встал он Илья поел и напился и подкрепившись тою пищу шел сорок дней сорок ночей до горы Божьей Харива это вы знаете что за гора и вошел он там в пещеру и ночевал в ней и вот было к нему слово Господне и сказал ему Господь что ты здесь Илья вы знаете когда я это место читала я видела Павла что он туда пришел и Бог ему говорит зачем ты здесь Павел но речь пока об Илье и он сказал возревновал я о Господе Боге Саваофе ибо сыны Израилевы оставили завет твой разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом остался и один но и моей души ищут чтобы отнять ее и в это время когда он возревновал по Господу и пришел туда зашел в эту пещеру на горе Сина Господь к нему пришел и показал ему откровение и дал посланничество пока говорю про Илью и вот сказал Господь выйди и стань на горе пред лицом Господнем и вот Господь пройдет и большой сильный ветер раздирающий горы сокрушающий скалы пред Господом но не в этом Господь после ветра землетрясение но не в землетрясении Господь после землетрясения огонь но не в огне Господь после огня веяние тихого ветерка в этом Господь Дух Святой говорит всегда очень тихо очень нежно и Господь сказал Илье после этого откровения что Он должен сделать посмотрите Третье Царство 19, 15, 16 и сказал Ему Господь пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск и когда придешь то помашь Азаила в царя над Сирией а Иеуя сына на Мессии помашь царя над Израилем Елисея же сына Сафатова из Авимихолы помашь в пророка вместо себя я уверена что Павел отлично знал Писание и это место оно в нем просто открылось и этим местом он получил то что он должен сделать получил для себя откровение поэтому он потом говорил когда же Бог избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей благоволил открыться во мне сына своего чтобы я благовествовал его язычникам вот это место говорит о том что он использовал ветхозаветный оборот речи как говорят пророки всем он не сказал когда Бог встретился мне в Дамаске на пути но он именно употребил вот эту речь ветхозаветных пророков во всем этом просто видно что он получил откровение через ветхий завет когда он был в пустыне на горе Синаи и то что Бог говорил с ним это традиция понимаете это традиционно Бог говорил с ним как он был наставлен с детства в нем это все звучало и Бог не разрушал это как он сказал я не пришел чтобы нарушить но исполнить поэтому Бог утверждал Бог утверждает Новый Завет на ветхом и когда Павел получил такое откровение он понял ему надо идти в Дамаск как Илья когда-то и что он посылается с той же миссией пойти обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск зачем он должен был помазать царя так образно говоря он должен был помазать для язычников то есть как вот царь Азаил для Сирии он должен был помазать царя Иисуса Христа для язычников что он царь и для иудеев что он тот самый царь миссия которого вы ждете и для язычников и для иудеев он пошел с этой миссией в Дамаск то есть прошел через вот этот Ветхий Завет теперь он был послан для них как он потом и свидетельствовал об этом из пустыни Савл тот же самый Павел вернулся в Дамаск но уже в силе помазания с откровением благой вести и пошел с ревностью сокрушать что? языческие жертвенники проповедуя Иисуса Христа истинным миссией Галатам 1 11 12 Возвещаю вам братья что Евангелие которое я благовествовал не есть человеческое ибо и я принял его и научился не от человека но через откровение Иисуса Христа и вот так спустя три года он пошел обратно в Иерусалим вы знаете что он какое-то время пробыл в Дамаске но большую часть времени он пробыл в пустыне там он состоялся там он получил откровение и после этого пришел в Дамаск и какое-то время говорится что он проповедовал в Дамаске когда же прошло довольно времени вот так говорится он проповедовал в Дамаске когда прошло довольно времени не сказано три года три года прошло от того времени до этого как он он вышел из Иерусалима, шел в Дамаск, чтобы гнать христиан. И как потом снова вернулся в Иерусалим, это было три года. Из которых какое-то время он проповедовал в Дамаске. Но большую часть он провел один. Получая это откровение. И потом, когда уже его хотели там иудеи убить в Дамаске, теперь уже его хотели убить. Его спустили в корзине по стене, чтобы он смог уйти. Он пошел в Иерусалим. И там он говорит, что он не видел всех апостолов. Только одного апостола и видел еще Петра и видел еще брата Господни. Все. Вы знаете, вот это место, которое сказал Господь ему, Павлу, я по-новому немножко увидела. когда он имел какую-то немощь в теле, помните, и молился об этом, чтобы эта немощь ушла от него, то Господь сказал, довольно для тебя благодати моей. Ибо сила моя совершается в немощи. Вы знаете, я почувствовала, да, не только в немощи тела, но он имел довольно благодати в немощи того, что он сам не видел Иисуса. Это как бы была немощь, потому что апостолы видели, ходили с ним, а он нет. Но в нем довольно было силой Божьей благодати, которая превозмогла все. Вот как написано 1 Коринфянам 15, 9, 10. Ибо я наименьший из апостолов. И не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Но благодатью Божьей есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем. А благодать Божья, которая со мной. Вот какая интересная личность Павел, правда? Какая вера была у Павла? Живая, истинная. Почему он много пишет и про веру? Что вера должна быть с делами. Что вера должна быть живая. Он говорил это и сердцем. Потому что он так жил. Потому что он знал, как ходить духом, как ходить верой. Потому что он получал это от Духа Божьего и откровения от Духа Божьего. Что он и свидетельствует, что у него очень много откровений от Бога. Которыми он даже не может делиться. Он только вкратце говорит. Почему? К сожалению, очень много душевных. Как он и к церквям говорит, я бы хотел с вами уже говорить, как с духовным, и не могу. Я уверена, что он раскрыл бы вот это все, что я вам сейчас говорю, гораздо шире. Но он не мог. Он говорит, говорю с вами, как с младенцами. Потому что если бы сказал больше, не приняли бы. И многое, что он хотел сказать, не мог. Потому что они не могут слышать. к сожалению. К сожалению, вы уже должны были быть учителями. А вас опять молочком надо кормить. Что вы увидели из этого, не знаю. Но я увидела, как надо двигаться. Как движется вера. Иначе невозможно. Если вы посланы к Богом, то в первую очередь вас поведет в пустыню. В пустыню. Научиться сначала, чтобы потом говорить, чтобы от самого Господа принять. Что это значит? Поиски. Поиски. Да, я уже знаю Евангелие, я читала. Прими это от самого Господа. Он должен Евангелие в тебе открыть. Он должен благую весть тебе открыть. Оно должно стать твоим настолько живым, что ты можешь сказать, я не только прочитал. Я от самого Господа это принял. Я знаю, что это так. Потому что многие говорят, откуда я знаю, что здесь написано правду? Я бы не знала, что там написано правда, если я только читала бы. Мне бы ни один не доказал. Потому что много книг на свете. Я могу сказать, от самого Господа приняла. Он каждое слово открывает. Я так хочу, чтобы он каждое слово вам открывал. чтобы вы от самого Господа все принимали, от Духа Божьего. Он на это послан. Что сказал Иисус? Пошлю Духа Святого. Зачем? Что Иисус сказал? Я отправлю Господа и вам откроет. Берите. Он хочет открывать вам. Он хочет открывать вам. Чтобы вы от самого Господа все принимали. чтобы вы видели все не только что сейчас происходит, а что было и что будет. Потому что мы дети Бога. У нас есть такие возможности видеть и прошлое и будущее. А знаете почему? А потому что в Боге все настоящее. Все ныне. Поэтому мы можем в этом самом ныне видеть то и это. Но для этого надо быть в Духе. Для этого надо от самого Господа принимать. Поэтому спросят а где это написано? А где были написаны мысли Моисея, когда Павел говорил, он думал, что его поймут братья? Дух Божий много открывает. Но он возьмет из Писания. Дух Божий придумывать не будет. Он будет открывать. Открывать. Евангелие будет живое. Ветхий Завет оживет и будет свидетельствовать о новом. Как я вам чуть-чуть показала. Как все из Ветхого Завета в Новый Завет в жизнь вошло. Все, что надо, это истинную веру. Будьте благословенны, мои дорогие. Если услышали что-то для себя, я буду очень рада. Редактор субтитров Корректор Субтитров